Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале Садовые Развлечения. 28 января. И я вот сейчас вам показываю схизантус. Кстати, девочки, многие задают вопрос мне по этому растению, потому что как бы я вместе с вами его сеяла, а первую пикировку не показала. Но между нами, говоря, он был такой худой, такой страшенный, что мне даже было его стыдно показывать. Но сейчас, что я делала, расскажу. Сегодня у меня будет вторая пикировка этого растения. В домашних условиях в квартире очень сильно вытягивается. Вот я вторую партию буду сеять в апреле месяце, решила в теплице. У меня семена остались, в квартире больше я с ним, как говорится, заморачиваться не буду. Очень сильно вытягивается. Семена такие мелкие, прям мак напоминают. Так, вот смотрите, схизантус. Я сеяла 28 ноября. Всходы 1 декабря. То есть очень-очень быстро. 4 дня, да? Через 4 дня уже всходит. Этот цветочек напоминает бабочки. Ни один цветок схизантуса не похож друг на друга. То есть у каждого цветочка своя расцветка. И поэтому тем он интересный. Вышина растения 40, кустик 25 в ширину. И цветет с мая по октябрь. Такое вот растение. Следующую партию я планирую посеять в конце апреля, как я уже сказала. И уже буду наблюдать, потому что им очень много, надо очень-очень много света, очень много солнца. Моя одна из первых ошибок, что я лоток поставила немножко в тенек. То есть не под самые яркие лампы. Кто все-таки будет выращивать схизантус в квартире, первый совет поставить как можно, чтобы лампы были ярче. Чтобы он меньше вытягивался. Ну, конечно, листик очень такой ажурный, красивый. Потом он у меня, из-за того, что он начал вытягиваться, он начал, естественно, полегать. И я так испугалась, что у него будет или черная ножка, или просто-напросто он не выдержит силы стебелька и цветочка, вернее, листочка. И я решила его быстренько-быстренько пропикировать в стаканчик 0,2. Не показывала. Ну, ничего страшного. И сейчас я вот покажу. Посмотрите, вот он как вытянулся. Некоторые вот прям растения. Вот. Это ж ужас какой-то. Я решила. Сейчас я их распикирую. Верхушки обстригу. Верхушки зачеренкую. Ну, что буду делать, буду показывать. Для черенкования верхушек схизантуса приготовила стаканчики 0,2. Где-то половину наполнила. Земля классман. Для пикировки, для второй пикировки, приготовила грунт из волшебной грядки и этой классмана. Почему классман, потому что у меня в другой земле все, в гараже надо ехать. Больше другой земли пока нет. Ну, решила пропикировать схизантус по принципу томатов, когда они вытягиваются. То есть, не до семидольных листиков, да? Не вот до этих листиков. На эти листики не буду обращать внимания, а вот прям поглубже их закопаю. Вот так вот. Ну, сейчас вместе попробуем. Ну, вот первую пикировку я делала до семидольных листиков. Вот вторую пикировку до ажурных. Корневая очень нежная. Ну, если вот смотреть в стаканчике, она уже вот ее видно. Корневую, но все равно она очень-очень нежная. Вот так вот вторая пикировка схизантуса. Теперь будем вместе с вами черенковать его. Ну, куда его девать? Не выкидывать же. Попробуем поставить на черенки. Буду прям не прищипывать, а прям хороший кусочек сейчас отрежу. Вот досюда. Вот так вот. И поставлю в стаканчик. Попробуем укоренить его. Попробуем. Придавили растение и польем. И сверху надену стаканчик на 33. А вообще, конечно, удобнее вначале макушки обрезать, а потом только пикировать растение. Так будет удобнее. Так вот это вот череночки. Получились такие. Пушистики. Анфиса у меня там бесится под столом. Вот так вот сверху стакан я ставлю и под лампу убираю. Сейчас все быстренько поставлю и уберу. Вот от черенки поставила под лампы. Здесь у меня бакопа стоит, готовая для продаж. Я ее продаю по авито. Череночки. Обалденная бакопа. Вегетативная. Это все растения прочеренкованные. В принципе, схизантус тоже напоминает вот мелкий листочек бакопы. Здесь у меня вегетативная питунья. Череночки я сняла с петхуа. Тоже нарастают новенькие. Тут полочка. У меня тут все черенкуется. Здесь вот черенкуются у меня растения всякие разные. В основном вегетативная питунья. Алисум вегетативная. Снова принцесс. Ну и много других. Я вот некоторые макушки делила даже на две части. То есть серединка, вот видите. Вот, например, макушка. То, что очень длинные были. Вот такой вот получился довольно страшненький после пересадки схизантус. Ну, буду надеяться, что он нарастет. Так вот. Очереночки в стаканчиках. Вот по принципу изотомы. Вот это вот так выглядит изотома. Я тоже ее недавно совсем прочеренковала. Ну, посмотрите, какая веселенькая стоит, пушистенькая. То есть пустила боковые побеги. Сверху здесь я ее прищипнула. Надеюсь, так будет и схизантусом. Вообще схизантус мне очень напомнил выращивание георгины фигара и опера. Те тоже так вытягиваются. Я их раньше тоже что-то рано сажала. А сейчас раньше марта не сею. В этом году буду выращивать. Буду сеять прям в самую последнюю очередь георгину. Та тоже вытягивается. Просто жуть в квартире. Ну, все. Оставайтесь на канале. До скорых встреч. Буду все показывать. Выращивайте цветы вместе со мной. Всем больших-больших удач.